Добрый вечер! Меня зовут Навруз Ализаде. Я представляю вам проект Руссиано Шаурма. Это новый концепт на рынке фастфуда. Проблема. На рынке основные две проблемы – это низкое качество продукта и плохой сервис. Да и вообще в такие места ходить непрестижно. Мы придумали формулу, озадачились и придумали формулу – это качество сервиса и вовлеченность аудитории. Открыли точку в городе Липецк, результаты которого превзошли все наши ожидания. Средний доход – это 118 тысяч рублей. Это скриншот с онлайн-кассы, где мы видим, что выручка доходит до 750 тысяч. А здесь девушка говорит у себя в Инстаграме, что она три дня мечтала о нашей Шаурме и как ее мечта сбылась. Рынок. Ну вы сами видите, рынок большой. Услуги быстрого питания – не единственный вид деятельности. Также мы запускаем франчайзинговую сеть. Конкуренты. Маркетинг на уровне. А Галя, выложи пост, а то давно что-то не шумели. Что касается продукта, то это вообще мясо с капустой. Ничего интересного, никакого разнообразия. Почему мы всех порвем? У нас только свежие продукты. Очень много новых рецептов. Вот я недавно ездил в Турцию, анализировал рынок фастфуда и привез оттуда несколько секретных рецептов, которые мы внедрили у себя в бизнесе. Также за счет чего мы всех порвем. Также это постоянный мониторинг и оперативное внедрение в свой бизнес трендов в общественном питании. Также мы умеем вовлекать аудиторию и фокусируемся на том, чтобы отдавать в 10 раз больше, чем получаем. На третий год чистая прибыль ежемесячно будет составлять 6 миллионов рублей. Команда. Совокупный опыт команды в сфере фастфуд составляет 12 лет, а в маркетинге 4 года. Мы умеем работать с аудиторией. За полтора года мы продали в инстаграме разные продукции более чем на 13 миллионов рублей. Для открытия одной точки нам нужно полтора миллиона рублей. В течение года для открытия 8 точек и 2 фастфуд кафе нового формата нам требуется 21 миллион рублей. Взамен мы инвестору отдаем 49% доли компании. И на третий год инвестор может уже ежегодно покупать себе крутой катер. Спасибо за внимание. Кто хочет кормить миллионы людей, кто хочет изменить эту ситуацию, мы готовы. Спасибо.